В Краснодарском выставочном зале Роман действительно не обманывает. Когда смотришь на фотографии, сделанные по технологии фризлайта, дух захватывает. Это искусство, похожее на волшебство, создается без всяких спецэффектов. Для того, чтобы получить такие кадры, не нужен ни фотошоп, ни другие графические редакторы. Достаточно грамотно использовать свойства фотоаппарата. У нас обычный классический кадр, к которому все привыкли. Нажали, и у него так щелчок, получился снимок. У нас вот этот щелчок растягивается на 30 секунд. Это называется выдержкой. За это время любой источник света, который мы показываем в камере, он оставляет свой след. Вот этими следами, из этих следов мы создаем свои композиции. Свой творческий путь оба молодых человека начинали в Краснодаре, а продолжали в столице. Правда, изначально трудились совсем на другом поприще. Артем работал журналистом сперва на ГТРК Кубаня, затем на НТВ. Роман, совершенствуя свою компьютерную графику, делал спецэффекты для фильмов «Платон» и второй «Иронии судьбы». Но постепенные эксперименты с длинной выдержкой, которые были лишь хобби, стали основным занятием. Для создания шедевров фотографы придумали целый арсенал специальных инструментов, которые с трудом умещаются в просторный кейс. Настоящий светописец без такого чемоданчика все равно, что живописец без кисти. Здесь и светодиодные ленты, и галогенные лампы, и обычные туристические фонари, умело переделанные под нужды фризлайта. Вот, есть вот такие вот двухсторонние фонари диодные, полностью созданные нами. Есть более интересные вещи. Вот маркер, который меняет 1024 цвета. Первым в мире фризлайтером считается не кто-нибудь, а сам Пабло Пикассо. Началось еще в 1949 году, когда в его мастерскую заехал в гости знакомый фотограф из журнала «Лайф». Он похвастался своими экспериментами, с длинной выдержкой знаменитый художник впечатлился и решил попробовать сам. Пикассо рисовал в воздухе своего любимого персонажа, кентавра, но первый блин вышел комом. Никто, кроме него самого, так и не понял, что изображено на снимке. Спустя чуть больше полувека Роман Артем вывели фризлайт на принципиально новый уровень. От статики они пришли к динамике, научившись делать из своих снимков анимацию. Создание одного фризлайт-кадра занятия само по себе не из простых, а делать из них целый мультик – это и вовсе каторжный труд. Сложно именно не создание фотографии, а именно подготовка к ней. Нужно продумать, что мы рисуем, где мы рисуем, подготовить, разметить кадр, подготовить каждого из участников, чтобы он был в нужном месте в кадре в определенное время. Труды молодых фотохудожников были замечены даже на Первом канале. Им предложили сделать промо-ролик для зимней Олимпиады в Ванкувере. Чтобы реалистично передать движение спортсменов, Роман и Артем изучили горы архивных материалов по кадрам, зарисовывая прыжки сноубордистов и спринт конькобежцев. Создание того, что на экране длится всего минуту, заняло долгие недели, но оно того стоило. После этой работы о фризлайтерах по-настоящему заговорили. Два года назад, когда они только начинали, отношение было совсем другим. Маститы и коллеги-фотографы над ними откровенно посмеивались. Да, мы это все видели. Это мы все в детстве так баловались. Лучинку из костра брали, делали взмахи. Что-то там оставалось, надписи, имена свои писали, три буквы знаменитые. Вы с этим наиграетесь, это все проходит. Буквально через полгода эти фотографы стали ходить нам на мастер-классы. Просто потому, что мы вкопались до такой степени, что они уже не понимали, как это создано. Роман и Артем никакого ореола тайны вокруг своего детища не создают. Знаниями делятся охотно и абсолютно бесплатно. Мастер-классы по фризлайту в Краснодаре пройдут с 7 по 9 марта. Так что попробовать себя в роли лихого фонарщика сможет любой житель кубанской столицы. Лев Конвалов, Ван Гришин, телекомпания «Краснодар». По полсотни тысяч рублей на счета 10 городских детсадов поступили сегодня от торговой сети.